Всем привет! Сегодня готовим целую гору котлет. Готовятся они в духовке в утятнице. На такой вкусной овощной подушке заливаются рыбным бульоном. Получаются очень вкусные и сочные котлетки на всю недельку. Первое, с чего начинаем приготовление, это овощи. Я почистила много лука, потому что в этот рецепт идет достаточно много лука. Здесь у меня 6 луковиц, но они маленькие. Если у вас крупные, хватит 4 огромные, но у меня 6 мелкие. Лук нужно разделить пополам. 3 луковицы я порежу прям в фарш рыбный. 3 луковицы пойдут в подушку. Значит, как я нарезаю для подушки, для овощной подушки. Лук режем пополам и нарезаем полукольцами. Мельчить не нужно, тонко резать не нужно. Вот так вот, приблизительно по 0,4 где-то. Лук для фарша я режу просто вот так вот на несколько частей, потому что пропускать будем через мясорубку. Берем 2 небольшие морковочки и нарезаем морковь вот такими кружочками. Это тоже пойдет в подушку. Так, я беру один бурячок. Нарезаем его. Значит, смотрите, у меня такой средний буряк. Я буду тоже нарезать такой же величины, как и морковочку. Все овощи нужно посолить и поперчить. Другие специи не добавляю, только соль, перец. Ну вот, пожалуй, все. Теперь важный момент. Это все готовится в духовке. Понадобится утятница. У меня вот такая вот утятница. Главное, чтобы крышка была, чтобы это все под крышкой готовилось. Тогда очень вкусно получается. Рыбный бульончик. Итак, на дно укладываем свеклу. Сверху лучок. Эти все овощи очень вкусные. Потом вот так вот с котлетками это все и подается. Так, и морковку. Вот такая вот получается овощная подушка. Четыре кусочка обычного батона. Я заливаю немного водичкой. Вот так. Кто-то молоком заливает. Ну, я вот просто водой. Пусть пока постоит, я разделаю рыбу. Сегодня у меня толстолоб. Он где-то 2,5 килограмма. Он потрошенный и почищена чешуя. Сейчас я срежу плавнички. Вы можете взять любую рыбу. Вы можете взять уже филе рыбы. Просто толстолобики у нас, например, не очень дорогие. Их можно спокойно брать. Вот если я буду готовить такое блюдо, как большое количество котлет, то спокойно можно брать толстолоба. Итак, срезаем плавнички. Отрезали плавники, хвост, голову. Обязательно достаньте жабры, потому что мы будем делать бульон из этого всего. Итак, голову и хвост отправляем в кастрюлю. И оставшийся кусок рыбы нужно помыть. Разделяем рыбу вдоль по хребту. Вот так. Я так делаю, я так приловчилась. А теперь вот таким небольшим ножичком отделяем мясо от кости. И у нас останется хребет для бульона. Я отрезала одну часть филе. Значит, смотрите. У толстолоба вот тут вот, где хребет, вообще хорошо все срезается. И косточек там внутри есть мелкие-мелкие. Вот эти большие кости на хребте. И они расположены не внутри мяса, а буквально вот тут вот сверху. Поэтому их можно просто вот так вот срезать. И кости эти тоже не выкидывайте, потому что на них мясо, все это отправляется вот так вот в бульон. Видите, вот таким образом. Так. И вот этот край, кстати, тоже отрезаем. Потому что здесь косточка от плавничков. Это в бульон. Так. Еще тут несколько косточек у меня осталось. Все филе нарезаем. Будем пропускать через мясорубку. Итак. Голову промыли. Все промыли. Сюда добавляем лавровый лист. Немного черного перца горошком. Пол луковицы оставшиеся. Чуть-чуть морковочки. Я одну просто морковку порезала. И теперь заливаем это все водой, чтобы все покрылось. Ставим на огонь и варим просто бульон. В течение где-то 30 минут. Потом я отключаю. Рыбу, лук и хлеб пропускаем через мясорубку. Поперчим по вкусу. Никаких других специй я больше не добавляю. И еще два яйца. Вот так вот подбиваем. И сюда. Все. Перемешиваем. Фарш готов. Начало закипать. Я убираю пенку. И вот так вот убираю пенку, пока пена идет. Вот пока она закипает, пена будет еще появляться. Поэтому стою вот так вот убираю. А потом на медленный огонь 30 минут варю. Бульон у меня сварился. Я оставляю вот так вот на плите его до полного остывания. Пока бульон остывает, влажными руками формируем котлетки и обжариваем их. Их нужно просто подхватить с двух сторон до золотистого цвета. Их не нужно готовить до готовности. Я беру где-то столовую ложку фарша. Руки вот так вот в воду. Но просто, чтобы они были слегка влажными. Вот так. Небольшие. Сразу на двух сковородках, чтобы было быстрее. Так. Переворачиваем котлетки на другую сторону. Зажариваем со второй стороны. Значит, вы можете больше или меньше зажаривать, как хотите. Я делаю средний огонь и быстренько с двух сторон жолочу их вот так. И буду выкладывать сюда вверх овощей в утятницу. Итак, берем сито, какую-то емкость и бульон переливаем. Бульон у меня где-то, ну, несколько часов постоял после приготовления. Я его сливаю. Из этого всего можно сделать уху. Часть бульона у меня все равно останется. Я добавлю воды и сварю уху. Солим по вкусу. Значит, смотрите, специи никаких добавлять не буду. Здесь в бульоне был и лавровый лист, и перец, и овощи мы перчили, солили, и котлеты. Поэтому только соль. Заливаем бульончиком. Бульон получился просто мега вкусный. Я измерила бульон. У меня получилось 2 литра. Значит, сюда у меня вошло полтора. Пол-литра осталось. Можно как раз сделать уху. Все, теперь у меня такое рыбное будет, рыбные дни, рыбная неделька. Накрываем это все и убираем в духовку, разогретую на 180 градусов, где-то на час-час 15. Может стоять до полутора часов. Значит, смотрите, духовки у всех разные. Может быть, вы разогреете на 200 градусов, потом уменьшите на 180. Я сразу ставлю 180 и час-пятнадцать, потом проверяю, нужно мне еще 15 минут или нет. Котлетки мои приготовились. Час-пятнадцать, они стояли в духовке. Вот такая красота получилась. Сейчас я достану, покажу, как выглядят внутри в разрезе, мы попробуем. Так, смотрите. Котлетки называются бесподобные. Ароматные такие, ну вообще класс. Вот так выглядят, много котлет, вот с таким вкусным рыбным бульоном, овощи, можно к любому гарниру. Это очень вкусно, ребята, попробуйте. Настолько котлеты получаются сочные, вкусные. Это такой необычный рецепт. И, кстати, вот буряк, свекла делают такой вот бульон, очень вкусный, насыщенный, очень необычный. Я вот с буряком никогда не делала раньше. Смотрите, сколько много получилось котлет на всю неделю. Ну что, давайте пробовать. Так, пробуем котлетки. Сочные. Это очень вкусно. К любому гарниру. Морковочка аж сладкая. Круто. Получается целая гора котлет, очень вкусных, сочных. На утром у вас вот этот бульончик, он такой немножко как-то загустеет, как холодец. К макаронам, к крупе, к картошечке. Приготовьте. А главное, на всю неделю есть рыбные котлеты. Вот такой вот классный рецепт. Спасибо вам огромное за рецепты. Вы крутые. Все. Телую, люблю. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно приготовьте и шлите фотки в инстаграм. Пока.